ку-ку ребятушки сегодня я сделаю реакцию на или шерку маргин штерна там спросили ну надо же удружить то песнь-то домой называется куда-то он домой схватился ехать посмотрим куда включила кинофильм и сейчас а главный селебрити интриги года вместе жилой будто бы испарился но нам все-таки удалось найти музыканта они покинули странную комната через белоруссию отправились в арабский мир и сейчас живут в роскошном отеле на острове фаун дюмейра в дубае ну что ли скарман позволяет я пока не понимаю что сам но когда-нибудь поймут да я не хочу пока я сразу все для тайки доходил когда-нибудь уйду я пока не поймут это уже было извлечение что когда-нибудь идешь да я не хочу пока идти домой но когда нибудь уйду я когда нибудь уйду видали как я на пасе домой-то приходит через границу по паспорту прям вагон еще так можно было ждать я просто сажусь на поезд всех обвел и ресторан свой бросил я в соцсетях торгую лишь своим ебальником в ебали рестик но я не умру а потом сказал гад на лапах вот только сейчас там стало холодно не лицом его назвал нехорошим словом но когда-нибудь поймут я когда-нибудь пойму да я не хочу пока идти домой но когда-нибудь уйду но когда-нибудь уйду я когда-нибудь уйду да мы всегда прием Я не знаю, что со мной, но когда-нибудь пойму, когда-нибудь пойму, да я не хочу пока лететь домой, но когда-то прилечу. Я теперь боюсь мечтать, все стало реальным на глазах, что если просну в следующий раз, и не захочу открыть глаза, я теперь боюсь мечтать. Вон шарик пустил, он домой полетел. Шапочка полетел, шляпочка. Что, все? Как-то сразу хрень внезапно закончилось все. Ребятушки, юноша-то наш, богатенький ресторанный предприниматель-то в Арабские Эмираты ускакал, оказывается. Но не прямо через границу, через российскую, а через белорусскую проскакал. Схитрил. Ну, вообще-то правильно сделал, по сути дела. Ну, что... Не буду я так говорить, как мургер торгует. Да что до него прицепились с этими наркотиками. То у него наркотики, то у него то, то у него все. Да хрен с ним пусть живет, как хочет. Он же им не торгует, не продает же никого-то, не спаивает ничего. Ну, я сколько раз уже говорила, что у него такой сценический образ. Это песня его. То, что он поет песни, на самом деле-то, может быть, и нет этого у него. И вот видите, что еще хочу сказать. Песня-то, мать твою, за ногу без еды... Нет, вру. Мат одно слово сказал. Он сказал свое, не свое лицо, а свой е... Лик. Ну, там несколько букв пропущено. Вот только ведь выругался. Ну, свою Харю он как хочет, так и взывает. Я вот Харю называю свою. А он ее по-другому зовет. Он своим лицом... Ну, такие дела делает. Сексуальное у него лицо. Саксом и лицом занимается. Так что извините. А вообще-то культурно эту песню спел. Я еще раз говорю. Песня нормальная, можно подрыгаться даже. Мелодии красивые, хорошие. Я знаете, что поняла? Вот этот вот фильм снял ролик. Не Сашка Романов. Вот вначале я пропустил. Там быстро промелькнул. Там другой кто-то был написан, но не Саша Романов. А кто я не успела прочитать. Слушайте-ка, вот он... А ведь он хитренький. Он уехал, пёс драный, уехал на зиму. В теплые-то края. Потому что ему тут холодно. Он сам сказал, холодно. А вот когда у нас тут потепляет, а в Эмиратах там лёд, наверное, снег выпадет, он сюда к нам приедет. Он будет перелетать. С зимы сразу в лето. С лета опять в лето. Видите как? Ну, молодец. Приспособился к жизни человек. Правильно сделал. Вот на каком-то из стримов Маргин Штен сказал, что музыка – это, по сути, творчество. Так это на самом деле так. А кто противоречит? Это на самом деле так. И почему я, ребята, вот у меня вопрос чего-то накопился. А почему... Вопрос у меня накопился. Он один, но накопился. А почему людей судят за творчество? Ну, это его творчество. Он в этом творчестве выражается своим языком. Вы знаете, он в этом образе... Он же образ какой-то на себя примерил. Он в этом образе поёт там про какие-то, ну, там, ну, вещества, недозволенные. Но он же их не пропагандирует, не просит, что вот вы этим делом занимаетесь. Давайте тогда так сделаем. Давайте сажать актёров. Знаете каких? Вот кто играл в войну, ну, во время войны, гитлеровских солдат, гитлер, там, всяких бяк. Актёров, которые играли, пьяниц, алкоголиков, наркоманов, вот всех этих. Давайте их сажать. Это творчество, они роль такую играли. На себя примеривали эту роль. Ну, сами-то они так себя не вели. Почему их не сажают, не судят, не привлекают к ответственности? А к нему прицепили, сапкнули его за жопу и суют в конверт. Да вы чё, на самом деле, ребят? Ну, это так, у него творчество такое. Так, он играет роль такую. Ну, там, ну, кому-то нравится. Мне, конечно, вот нет. Ну, ну, всё равно я за него заступаюсь, потому что... А если бы он такую роль не играл, я ещё раз говорю, не смотреть бы. Он был бы неинтересен. Никому неинтересен был. А вот за это он и интересен, почему у него много подписчиков, почему он многое получает. Да роль на такую он... А ведь вот эту песню он пел, вот, по сути дела, он действительно вот сам-то. Он такой, он же нормальный. Ну, пусть морду свою обозвал там. Я бы... Ой. Ну, сами понимаете, как слыхали, знаете. Ну, это он своё лицо-то обозвал, а не чьё-нибудь. Ну, значит, он его считает таким, свою рожу. Ну, и пусть. Ну, чё, ребята, всё. Сделал я... У меня кто-то просил на эту реакцию на песню «Домой». Всё, нормальные песни. Даже в инстаграме мне вот за эту песню кто-то заспамил. Поэтому я и исполнила его просьбу. Потому что как это так? Мне неудобно цап-царап, а сказать чё-то, слово какое-то хренушки. В общем, всё, детушки, ребятушки, козлятушки. Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду. Я когда-нибудь уйду. Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да. Я пока не 골� Leadership to Academy, да. Продолжение следует...